здравствуйте уважаемые друзья после тренировки мне что-то безумно захотелось крылышек барбекю я решил дойти до магазина и соответственно вы сейчас со мной сходите тоже поскольку я понял что вас вызывает просто необычайный восторг и куча эмоций походы по простым обыкновенным местам скажем так с натурными съемками чего-либо и там поэтому сейчас идет магазин называется метро не путайте с метро который есть в на странах исхода до метро это никакого отношения к немецком от метро не имеет это чисто местная продовольственная сеть сейчас мы зайдем сюда и купим то что мы хотим купить надеюсь что меня никто не остановит никто слова дурного не скажет по поводу того что я зашел и я снимаю по крайней мере по рукам бить не будут здесь работает кондиционер на улице 30 градусов а здесь реально холодно зато паричные продавец я учусь я не знаю что это такое всякие орешки пельмешки кстати хочу пельмешки сосиски гликончик немножко сыра но здесь как-то не очень много сыра на самом деле выезжая обычно выбор гораздо больше хотя по-моему это просто не сейся но я враг не будет не уверен точно петра петра Доброе утро! Спасибо! Спасибо! Рыбка Вот, кстати, очень многих это удивляет, что Канада страна, которая умывается океанами, куча возможностей ловить рыбку и все такое прочее, но выбор здесь очень-очень скудный с рыбой, очень скудный. И цены, как видите, тоже не слабые. Это за... 13,49 за полкило, 29,74 за килограмм. Плюс добавьте налоги. Чёрт! Ну, пока не выгоняют, не запрещают снимать. Мы тихо воспользуемся этой возможностью. Ну, всякие банки, не знаю, с чем даже банки. Что вам ещё так снять? Что у вас можно рисовать ещё? Венище. 11,30. Молоко. Молоко. Ну, в общем, всякие вискосы и прочие карматы. Ну, в общем, идем на кассу, тайды маленькие и тайды большие. Шампунь. Диздорант. Ну, наверное, перед кассой я все-таки выключу, а то это будет на гости уже, потом включу. В общем, вот чек за 12 кусочков крылышек у меня получилось 9,58 из пакетика. Ну, а мы идем дальше. Я, на самом деле, подумал, что я, наверное, сейчас еще дойду до рынка для того, чтобы посмотреть, есть ли там еще черешня. Потому что есть риск того, что она уже закончилась. Так что пойдемте, пройдемся, пройдемся до того рынка, на который мы уже снимали. Сейчас у нас час дня где-то, соответственно, район спальный, как вы знаете, вы можете посмотреть, как в час дня выглядит будний день. Сегодня вторник, напоминаю. Простой монареальский спальный район. Чем занимаются люди? Как они одеты, как их много. Человек такой проходит, говорит, фильм. Вот эти Second Cup, да. В Канаде есть три наиболее популярные сети кофеин. Это Second Cup, вот он. Это Тим Хортенс. Здесь он чуть-чуть дальше, мы его не увидим. И это Старбукс. Старбукс, по-моему, где-то поблизости тоже был. Не уверен, где именно. Это Макдональдс. А Старбукс, по-моему, в следующий там дом будет. Ну, не важно. Важно то, что вот эти три самые популярные кофейни, они сетевые, естественно, и они находятся практически в каждом квартале, где более-менее в потенциале большое скопление людей. При этом, что меня всегда поражало, я не помню, говорил, это не говорил, но меня это поражало, да. Что касается кофейни Тим Хортенс, то это имя известного канадского хоккеиста. Я до сих пор не втыкаю, каким образом хоккеист может ассоциироваться с нормальным качественным кофе. Вот я не понимаю, у меня в голове это не укладывается. Текст. Вот он. Поэтому не знаю, есть ли в России такие вещи. Может быть, тоже же появились. Так, ну, мы пошли. Ладно, друзья мои. За всем свой репортаж и свой магазинарь я завершаю. Всем хорошего дня и счастливо Пока-пока